Редпроект представляют Прианру, крупнейший русскоязычный портал о зарубежной недвижимости, B&R Property Investment GmbH, приобретение и продажа коммерческой недвижимости и группа компаний Баркинштайн GmbH, управление объектами коммерческой недвижимости в Германии, Австрии, Швейцарии. В первой серии проекта мы говорили о сфере для инвестиций, продовольственной магазины в Баварии. Сейчас о том, с какими объектами работают наши эксперты и какой доход могут принести подобные инвестиции. Богатство подобно морской воде, от которой жажда тем больше усиливается, чем больше пьешь. Артур Шпенгауэр, немецкий философ. Недвижимость считается надежным, но не высокодоходным вложением средств. Инвестиции в торговый ритейл, тем более в Германии, и вовсе можно назвать консервативными. Нормальный доход с инвестицией 6,5-7,5%, безусловно, можно рассчитывать и на большее, но, как правило, инвесторы получают тот доход, о котором я сказал – 6,5-7,5% годовых. Доходность зависит от экономического положения региона. Богатые области считаются более надежными и, соответственно, менее доходными. За последние 15 лет арендные ставки росли во всех регионах Германии, но на Западе даже сильнее, чем на Востоке. И вместе с тем средний доход от сдачи в аренду объектов, предназначенных для ритейла на менее богатом Востоке, по-прежнему выше. Группа компаний «Баркенштайн» работает в Баварии, в стабильной Западной Германии. В границах одного региона есть районы, где недвижимость может обеспечить больший или меньший доход. В Мюнхене доходы с инвестиций составляют от 4,5% до 5,5%. Если инвестор желает получить больший доход, то, скорее всего, он выберет объект в пригороде Мюнхена или в регионе Павария. В общем случае, продуктовые магазины в крупных городах приносят арендодателю меньший доход, чем условный провинциальный ритейл. Причем это верно как для Западной, так и для Восточной Германии. Еще один фактор, влияющий на доходность – качество объекта. В общем случае, больше заработать можно, инвестируя в не новый объект. Доходность вторичной недвижимости выше, но здесь выше и риски. Для первичной недвижимости в Баварии доход на инвестиции составляет 6,5-7,5%, а для вторичной он несколько выше – можно зарабатывать 9 и даже 12% в зависимости от состояния объекта и длительности договора аренды. Преимущество же новой недвижимости состоит в минимизации рисков. Например, нет проблем с расходами на ремонт, которые могли бы возникнуть во время гарантийного периода. Наконец, размеры ставок и их динамика меняются в зависимости от магазина. Например, в Западной Германии арендные ставки для дискаунтеров за последние 5 лет снизились, а у супермаркетов, напротив, резко выросли. Группа компаний «Баркенштайн» ГМБХ и компания «Биандар Проперти Инвестмент» ГМБХ специализируются на продаже новых помещений, которые уже имеют долгосрочные арендные договора с супермаркетами. Сейчас на стадии строительства находятся два наших проекта. Один в самом Мюнхене, другой в пригороде. В обоих случаях это супермаркеты продовольственных товаров. Повторюсь, выбор коммерческой недвижимости в Германии очень велик, но мы специализируемся на новой недвижимости. Цена наших объектов от 2,5 до 10 миллионов евро. Инвестору необходимо иметь минимум 900 тысяч. Цифра в 900 тысяч предполагает использование заемных средств. Каковы условия получения кредита в Германии и какова схема сотрудничества с группой компании «Баркенштайн» в следующей части проекта.